Доброе утро! Доброе утро! Доброе! Какое у нас домашнее задание? Оно большое и страшное. А номер у него какой? Это после восьмого урока. После восьмого урока. То есть занятие восьмое. Переводите на санскрит, да? Да, пункт два, да, пункт два переводите на санскрит. Хорошо, ну давайте, с вас и начнём. У нас у вас хорошо получилось? Да, конечно. Ладно, я попробую, конечно. А вы не пробуете, вы делаете. Ладно, значит, ксикшамахе. Итак, мы учимся. Ксикшамахе. Я так прилагаю. Ксикшамахе? Ну да. А, Сергей, если не согласны, вмешивайтесь, так продолжайте. Так, а чё у нас там? Ксикшамахе, да. Продолжаем. Я говорю. Вадами. Продолжаем. Патхасе. Ликхате. Ваша. Вашанте. Или Вашанти. Там, потому что... Так, что в переводике? Что-то проговариваете. А, ну, просто вы обычно говорите, сразу подряд всё читаете? Нет, ну, подряд я имею в виду, всё-таки то, что надо читать, то надо читать. Так, ладно. Ты читаешь в Патхасе, он пишет... Только, пожалуйста, более медцеребрально. В Патхасе. Ага. Он пишет Ликхате. Ага. Они живут. Ваша. Или второй вариант. Какой ещё корень у нас был? В этом уроке, в частности. Жить, смотрим, чуть выше. В словах, которые Вы писали, в первом... А, дживо. Дживо. Ага. И получается что? Так. Так, сейчас... То есть, как бы, в этих упражнениях предполагается, что мы берём... Если слово даётся, то предполагается, что берём слово оттуда. Сейчас они живут. Все случилось. Дживаньте. Ага. Живаньте. Так, живаньте. Так. Ага. Потом Вы двое идёте. Так. Учитывая... А, что-то я пропустил, по-моему, что-то одно. А, они живут ещё. Нет. Нет, мы уже перевели это. А, Вы двое идёте. Ага. Гач-хатас. Нет, так получилось. Дятаха... Гач-хатас. Дят-чат-хатас. Что за тятха? Дят-чат-ха. Гач-ха. Гач-ха-тхас. Так, всё. Это, по-моему, немножечко... Так, мы Та... Эс окончание, или всё-таки Ха? Но мы здесь, как бы, не по-индийски. Мы тут чисто, как бы, грамматически. А в Индии, конечно, гач-хатас никто бы не сказал. Сразу висарг упустил бы. Так, мы... Мы говорим... Вадам... Вадам... Вадамас. Мы двое... А ещё, получается, ещё есть... Бхас... Бхаш. Не бхас, а бхаш. А, бхаш. В этом занятии, Ариадна, бхаш даётся говорить. Ага, ага, ага. Так, говорим, мы двое смотрим... И... В общем... И... А мы двое смотрим... И... Кшавахе. Так вот. Правильно? Угу. Угу. Они двое... Едят. Хадатас. Угу. Он... Он боится. Кампати. 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 Кампати, угу. Ты говоришь... Бхашашэ. Только шэ нет, это сэ, сэ. Бхашас. А, да, сэ. Чё-то я уже... Бхашасэ. Они... Не са-сэ, а ша-сэ. Ша-сэ. То ша-шэ, то са-сэ. То не другое. Я здесь не поставила, значит. Так, они... Лучше в Деванагре, надеюсь, пишите. Да. Они бродят. Чаванти. Чаванти, да. Отлично, реально. Здорово. То, что надо. Это самое простое. Ну почему простое? Это не так просто. То, что вы сейчас делаете, если вы хорошо это будете делать, Ариатна, это половина успеха. Вот хорошо выучить делать вот такие вещи... Не, ну следующее задание там посложнее, по поводу перевода особенно, конечно. Не важно. Вот выучите это делать уверенно, и я вас уверяю. Все остальное ерунда. Сергей, по словарю мне, пожалуйста, зачитайте третье. Так. Так. По словарю. В рикша дерево. Сейчас я его переводил. Так. Кутра, это куда, когда, где. Ква, где. Сарватра. 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 А. А. Сарватра. Сарватра. Так. Это. Повсюду, везде. Шакроват. В. Колесо, подобно спицам колеса. Патра-лист. Татра. Там, туда, тогда, потом. А если татрапи, здесь и там. Татра-татра повсюду. В левом. Было уже так, таким образом. Кас Отка происходит Кто что какой Вопросительные Паривард Это два слова Пари это кругом вокруг Совсем полностью отчим Вард вертеться Второе значение существовать жить Скорее всего вертеться вокруг Или около Два слова это было бы в ведийском языке А в санскрите Это все таки глагол с приставкой Будем считать так Он через тире почему то написан В подсказку Не воспринимайте это как Исторически одно слово Это как бы Это в помощь Это тире оно же всегда в помощи В санскрите же его не бывает в принципе Это глагол с приставкой Получается вертеться вокруг Или кругом Или около То есть всегда когда можно Ведь бывают у нас такие санхи Когда уже букву не расчленить Тогда Тире невозможно дать А всегда когда возможно Почему же не дать А реально да? Понятно? Ну что же Давайте тогда Сергей переводите Четвертое Так Найду сейчас Так В рикшах По тате Санхи мне объясняйте сначала Потом переводите Какое здесь санхи случилось? Почему висарга? Перед согласным Перед согласным Да Перед любой согласным? Нет Презерного ряда Там мы изучали Ну вот Ариадна более четко говорит Вот когда мы изучали Мне такой ответ Не вполне устраивает Я не помню Честно Перед глухой согласным Пишите Сергей Вот сейчас вам Ариадна подскаживает Пишите Прописывайте Это собственно Обязательное условие Это упражнение Так Понятно Перед глухой Плухим рядом Писарга Перевод Так Дерево Ну вот Пата я не нашел Но я так понял Не нашли Упал Падает Упал Нет Падает Упал Оно же в настоящее время Рядно У нас же presence А вот с этим у меня вообще Падает Настоящее время Это не прошедшее Оно же сейчас это делает Падает Дерево падает С временами у меня плохо Ну тут пока еще нет основания быть плохо Просто принимайте как действие совершаемое в настоящем времени Сейчас Идет еще процесс Это программ Ликхами Но тут М Перед Согласными Оно остается М Так Постойте А анусвара откуда там? Ну Она Трансформируется В обычную М Или наоборот Анусвара трансформируется В обычную М Сейчас Сейчас подождите Это правило Третье правило В прошлом занятии Конечное мне изменяется В анусвару перед гласными И перед Начальное согласное Изменяется в анусвару Хорошо Перевод Так Лист Или что у нас там Да Патром Это лист Так И Ликханти Он пишет письмо Ликхами Он пишет письмо Он Я Нет Извините Ми Сергей Да Я Я пишу письмо Оооо Ооо Здесь окончание ми Значит это первое лицо А вчера было не ми Окончание да Здесь Вчера было не ми Но вчера было Поздно вечером Понятно Да Я пишу письмо Я пишу письмо Так Патрамликханти Они пишут Письмо Патрам Патханти Так Патрам Патханти Не придумывайте Читайте то что написано Они читают Сергей Не придумывайте Буквы Патрам Патрам Патханти Сергей сказал Патханти Не послышалось? Патханти Я тут Четче Патрам Патханти Церебральность Сергей Патханти 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 Ти это Единственное число Третье лицо Значит это Он Получается Патха У нас Что он Только что перевел Он читает Он читает Письмо Кутра Гатча си Сандхи Приключите мне Санхи здесь Да А здесь А где тут Санхи Я вас спрашиваю Есть тут Санхи Нет Санхи Нету тут Санхи Слава Богу Тогда что вы тогда Смущаетесь Тогда Просто Вы засмущали Я засмущал Я вас не могу Сосмыслить А вы любите Смущать Я понял Я Никогда Скоро Посреди ночи будем вставать И повторять Значит здесь какая форма Сингулярис Плюрролис Гатча си Это Единственное число Сингулярис Какое лицо Третье Первое Си У нас Второе лицо Второе лицо Это Парасмайпада Отмонепада Так Гатча си Это Парасмайпада По-моему То есть вы должны записать Внутрь Действие Вовне Сергей Слышите П Сэгэ Два Эл Пэ Сэгэ Два Эл Парасмайпада Сингулярис Второе лицо А Два Эл Это что Второе лицо А Все понятно Вот таким способом Записывайте Анализируйте Каждый глагол П Сэгэ Два Эл Вот в частности Для Гатча си Единственное число Второе лицо Так Где вы Идете Получается Идете Идешь А Идешь В настоящее время Куда ты Идешь Да Куда ты Идешь Идешь Гатча Тха Кутра Гатча Тха Итак Значит В краткой форме записи Какая это самая П Это Сингулярис Плюральис Плюральис Второе лицо Второе лицо Куда ты Куда вы Идете Да Идешь Идешь Куда вы Идете Ну прямо Это мы Учить Ну да С русским Тоже плохо Ну не только У вас У меня тоже Но дело Это не в этом Сейчас Не это время Куда вы Идете Куда вы Кутра Гатча Куда вы Идете Значит У нас Плюральис П Плюральис Та Та Тра Гатчама Гатчама Гатчхама Откуда Здесь Висарга Сергей А Долгая Просто А плюс А Будет Долгая Чего Чем Постойте Висарга В конце Откуда А А плюс А Я сейчас Я ее перепутал А ну это Окончание Что окончание Такое Маха Ну и хорошо Что маха А висарга Откуда Висарга Висарга Ну она Что она В окончании Идет А не Окончируйте Пожалуйста Откуда Здесь Висарга Как Вас Неправило Окончание Маха Окончание Окончание Чего Плюральис Хорошо Окончание Плюральис Висарга Откуда Рядно Ну наверное Это обозначает Конец Предложения Конец Предложения Из-за того Что здесь Конец Предложения С Переходит Висарга А там Окончание Не окончание Это уже Не наши проблемы Важно Что здесь В конце Стоит С Предложение Окончено Все Мысль Завершена Это важно Так Все Это просто Забыл Спасибо Это В гробах Нельзя забыть То есть В смысле Это вообще Ну Эсмол вообще Почти никогда Не прожигать На костре Это Одна из тех Вещей Которые Надо помнить Еще раз Про костер Когда Вас будут Сжигать В крематории Вы должны Помнить Про Висаргу В конце Перед Паузой Таким Я в следующей жизни Рожусь Непонятно Так Дальше Ква Васаси Ква Где Уже как Некуско Разговаривать Ква Васаси Там так И есть Так Вас Это что У нас Васаси Это Получается И Нашим И вашим Что Ну Это Вот Форма У Я Пада Получается Нет Это Парасмайпада Оно Написано У Ну Хорошо Но в данном Контекстном Случае Оно В каком Обличии Оно В конкретном Случае Выступает Всегда В парасмайпаде От Монепада Это Оно В теории Может быть И тем И тем А в конкретном Случа Оно Всегда Одно Из Ну а Как мы Пойдем Какой Здесь Конкретный Случа А мы Смотрим Укончанию Сергей Оно Или Си Или Вот и Все Все Понятно Тогда Ты Живешь Так Это Вопрос Где ты Живешь Где ты Живешь Где ты Обитаешь Потому что Вас Обитатель Будет Жить Так Как вы Точно Переводите А вот Посмотрите Вот Сергей Те же Самые Предложения Те же Слова И Каждый Второй Ошибочный Понимаете Не все Так Просто На самом Дель Ну Я Путаюсь Честно Говорю Пока Что В этих Да Я понимаю Сергей Ничего Страшного Надо Тренироваться Не Знаваться Это Что У нас Плюрались Сингулялись Так Ва Вас Асси Сергей Это Сингулялись Второе лицо Второе Лицо Да Ага Клава Ассадха Где Х У нас Плюрались Плюрались Второе Лицо И Получается Поросмой Поросмой Середину Упражнения Ариятно Вы будете Переводить Что Да Середину Упражнения П П Второе Лицо Плюрались П Второе Лицо Да Все Правильно Перевод Где Вы Живете Да Так Точно Дальше Татра Ва Самах Какой Здесь Станхи Сергей А Долгая Что А Долгая А Плюс А Будет А Долгая Я рад А Плюс А А Висарг Откуда А Ну То же Самое Конец Предложения С В конце Что Вы Хотите Сказать Что Любая Буква В конце Предложения Переходит Висаргу Нет С Только Переходит Висаргу Четко Пожалуйста С В конце С В конце Предложения Переходят Висаргу Все Вот Вопрос Ищерпан Спасибо Переход Так Плюралис Плюралис Ну Ах Это Плюралис Слава Богу Что Вы Не Засомневались Любите Тонации Так Что У нас Это П В Жизни Все Что Вы Хотите Сказать Передается Интонацией Вот Посмотрите На Меня А Сейчас А У вас Камера Жене Ариадна Посмотри Пожалуйста Ариадна Ты Коза Ариадна Ты Коза Все Слова Не Передают Информацию Информацию Передает Интонация Поэтому Конечно Все Строит Интонация Я Даже Знаю Сколько Процентов 38 Процентов Это Интонация Нет Я боюсь Что Недооцененная Это При личном Общении При телефон 76 Так что Считайте Что 80% От того Что я Сейчас Сказал Интонация Она Вроде Говорю Одно Тоже В одном Случай Утверждаю Что Она Коза В другом Случай Спрашиваю Коза Ли Она Все Меняется До Неузнаваемости Сначала Она Смущается А потом Она Понимает Что Это Еще Пока Под Вопрос Спасибо Что Под Вопрос Продолжаем Где Мы Живем Да Где Мы Обитаем Да Так Точно Так Татра Васами 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 Татра Васами Сингулярис Третье лицо Нет Единственное число Первое лицо Ну Один Л Да Один Л Вы Так Сказали Сингулярис Поэтому Повторять Единственное Лицо Необязательно Перевод И Я Живу Где Татра Где Я Живу Реально Согласны А что Где Я Живу Статра А что Где Я Живу Где Я Живу Ну У меня Еще был Вариант Я Живу Здесь Я Живу Реально Слава Богу Что У вас Такой Вариант Я Я Сначала Здесь Живу А потом Я Справил Потому что Я Смотрела Было Правильно Здесь Здесь Ну тут Три Значения У Татра Там Туда Тогда Потом А в предыдущем Мы живем Здесь Нет Мы живем Здесь Здесь Мы живем Подождите По словарю Здесь Только Идет Значение Когда Татра 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 А Просто Татра Это Там Туда Тогда Потом Словар Не предусмотрел Вашу Въедливость И Ваше Желание При Случае Ненахождения Второго Татра В общем Все Все Здесь Второе Татра Это Тогда Потом Сергей Здесь Татра Оно Здесь Ну хорошо Так и Запишем Нигде А здесь Потому что Где Это же Вопросительный Это же Ква Ловите Мысль Да Еще раз Что У нас Есть Ква Вопросительный В этом Блоке Да Когда Мы Хотим Спросить Мы Используем Вопросительное Местоимение К К Понимаете Сергей Когда мы Спросить Хотим Мы Используем К А мы Спросить Не Хотим Здесь Понимаете В чем Дело Здесь Такой Намек Тогда Татра Восамах Здесь Мы Живем Получается Да Без Вопроса Без Вопроса Потому что Потому что Когда вопрос Тогда Буква К А Когда Не Буква К Тогда Не Вопрос Нет Икшанты Единственное число Третье лицо От Монепада Или парусмепада От Монепада От Монепада Плюрал Третье лицо Да Он Они Или Она Смотрят Так Он Сергей Он Он Ариадна Согласна Они 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 Смотрят А Да Они Смотрят Если бы Он Ариадна Как было бы Да Следующий Кшатя Кшатя Ты Следующий Да Все правильно И то И другое Ваше утверждение Продолжайте Сергей А после Икшатя Ариадна Я просто Перепутал Икшанты Икшатые Ну Просто Не просто Опозорились А Икшатые Тогда Он Получается Он Что Он Он Смотрит Видит Да Он Видит Хорошо Ариадна Продолжает Хорошо Продолжайте Вот И с вашим Упорством Вы Догрызете Но Пока Дается Тутуга Эван Водать Водати Эван Здесь Что-то я с Эван Не очень Поняла Эван Это Приводится Это Или Как Здесь Приводится Так 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 Говорит Так Говорит Так Говорит Или Я прилагула Тогда Поросмай Продолжай Сингуляр Истратил Лицо Да так он говорит хорошо это еще махи говорит так говорить так это разовый приказ это же настоящее время так говорит говорит так разве кто-то говорит сколько говорящих нет двое нет и 1111 да ты много так это же плюральис махи это же плюральис а от монет пода плюральис первое лицо мы как мы говорим так они говорят они говорят так сутах ходать и здесь потому что перед глухой с вами приятно говорить у меня получилось у суток это сын так х домах опять же здесь в конце предложение или мы едим сарватра живанте из получается может быть предложение из одного только глагола да арина так ну здесь я перевела они живут везде да правильно перевели утра чалате утра чалате так чалате или чалате ряда одно дело что оно написано слитно сейчас я же вас прошу чтобы поняли где конец с одного слова начало другого а тогда да здесь с утраш пудраш пудраш чалате откуда здесь ше а здесь перед че переходит пудра это мальчик мальчик мальчики ходили мальчики откуда их сколько тут мальчик что делает сейчас а мальчик ходит вот а вообще чал это от ненаправленного действия движения то есть бродит то есть не ходит а именно можно бродить так это единственное число ну вообще тогда я надеюсь таблицу выписали вы выписывали таблицу сергей да выписывал я окончание писал реально да почти мой вам совет я уже говорил повторюсь показываю показываю вот мой учебник вот и приклеил окончание к учебнику куда приклеил к задней обложке распечатал и приклеил скотчем много там окончанием всего много нет немного сейчас скажу 30 разных всего лишь мы прошли 9 нет мы прошли мы отдельно считаем парас мэподу отдельно от мэподу поэтому мы прошли две нет мы прошли идея мы пришли уже три на два шесть прошли уже шесть разных окончаний почему 6 хорошо можно считать по-разному в общем мы все мы прошли одну четвертую час сергей еще три таких вот мой вам совет он я могу найти попытаться эту таблицу не знаю который я приклеил автор я себе делал но она за умная тут вы запутаетесь мой вам совет приклеивать если обои еще у вас свободны там так значит мальчик бродит дальше итак это парас мэпода ариятно это парас мэпода корень парас мэпода корень шиш это какой корень парас мэподны или азмэнэподны там что давно в домашнем задании подсказка в первом упражнении я я в этих словах от мэподны от мэподны от мэподны да нашли? учиться делать нашли? да хорошо от мэподны это pluralис или singularис? singularис singularис второе лицо? третье третье лицо он учиться делать нет? а как это разве не вопросительное у нас это разве не вопрос Алиана? да как это вопрос? ну так как это так же как и КВА так же как и КАС это собственно у нас вопросительное предложение а КАС это что за вопрос? Сергей? ну вопросительное получается но КАС именно КАС что означает? Сергей? СССР вы же в слове здесь смотрите КА... КА от... КА... КА... КАХ от КА получается КАХ отказ КАС отказ отказ кто что какой кто кто делает что делает какой то глагол кто учится кто учится Сергей у вас так получалось? нет это я сейчас только что-то там вопрос да да не переживайте в этом месте я все время не ошибся на других местах там где вы не ошибались я ошибался поэтому 11 мы учимся да реально превосходно вас надо отправить санскритский летний лагерь давайте организовать следующее это я вообще да давайте это по вашу душу перевести я не смогу меня набор слов ну отлично давайте свой набор высыпьте мне на голову я сначала я зачитываю что у меня получилось хантим чанти сад хава дальше сразу читать нет переводим ну в общем я не помните что мы это уже переводили похожее мы переводили да я знаю не похожее одного хантим это убивать или бить а этот хантим первая точка шанти о коже блин античанки равны почему-то поставила все тогда получается все нормально мне я провела как хантим почему-то эту букву видео как а и все у меня у меня уже проходили уже плани стремятся стремятся благородной какого глагольного корня чанти это совершать от какого глагольного корня из чанти это от какого корня корня корень как называется это основа настоящего времени а корень но у вас же первом задании есть если не пись ищ 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 висят ищ 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 почему вводите заблуждение вашу коллегу пардон ищ такого корня ищ нет ищ хорошо дальше интересная сергея спасибо текст а текст и самый легкий нет сергей ну как бы тут у нас а когда аши нет приходится делить у меня перевод второго больше вопроса вызывает который хантин вопрос или не вызывал без окончания пожалуйста четче тогда оговаривайте окончание знаете как дети когда английский язык вот учат они чтобы не ошибиться они все окончания проглатывают я не проглотить его просто не четко прочитала духани чо сухани чо ну вот здесь я как бы честно говоря не знаю как как колесо как спицы да как спицы колеса пари варты вызывающие вращение вращается вертится как спицы колеса вертится кто вертится горе и и радость счастье счастье то есть так переводится я думаю че более замудренное ну да или че нибудь а это не замудренное ну как более благозвучное получается как то не очень понятно типа слишком просто для индуса ну наверно я пыталась как нибудь это соединить не получилось а чем вам это не нравится как спицы колеса вертится не счастье и счастье дальше считать счастье много или одно вопрос мы на глагол смотрим а ряд я пытаюсь посмотреть когда мы хотим понять сколько героев мы смотрим на глагол вертится а контакт нет т а тут не привод там на т это множество там нету на т там же т а просто т тогда единственное число одно счастье одно горе да одно я почему спрашиваю все одно когда хотите понять сколько смотрим на глагол смотрим ни на что другое другой может быть обманчивый хорошо очень хорошо так только смотрим сейчас на на под этим какая подсказка дано а что это означает означает что это значит именительный поддержку plural то есть все таки горе горе сколько много много а почему а потому что не а я сказала правильно а а а вообще вот тоже меня тут перечеркнул перечеркал уже все у вас же подсказка дана тухани духани энтул ту pluralис то есть я говорю вот так я умная сегодня несчастье и счастье они вертятся они вертятся вертятся сергей у вас так и было ну да ну а чё молчали ну вы же смущали как всегда ваша твердость должна даже если бог перед вами встанет вы должны четко занять и спрягать упереться на своем не на своем программатики ну будем на вас ссылаться в районе не ссылаться вы должны сами быть как вот меня же рай не возьмет вы будете там одни понимаете так кто-то обещал что в районе санскрите говорят что это был слоган он у вас в главном месседжи какой слога 100 девиз хорошо смотрим часто кочергина подсказывает а вы какая-то самая подсказками не пользуются пол полюрались значит вам говорят что не одно горе их много а то получается реально одно горе одно одно счастье и как она может чередоваться одно а это вы скажите вот и вот и вот и вы мне скажи ваше единственное число хорошо сергей мне понравилось ваше упорство мне не нравится ваша неуверенность переведите пожалуйста мне пятое задание диалог то есть беседу содержание кто беседует сергей беседа и так я так вот я не понял что такое самах сама а я не смысле где самах какой самах ну сама кто с кем беседует рама я не помню что за самах рама так сама откуда вы взяли такое слово сама я понял все это черточка пропала черточка у меня ночью черточка поднимется как называется вообще весь этот отрывок беседа беседа что беседа богом я так понял господь рама с просто господь просто бог богом да хорошо начинайте отлично беседу про гача гача си где вы идете где вы идете сейчас я блевану на монитор так подождите сейчас я тут что-то уже все предложения перепутал и так что грит рама куда ты ходил да ты ходил только настоящее время мы же еще не знаем прошедшее поэтому хотя вы правы иногда есть желание настоящее время перевести прошедшим но пока мы этим еще не имеем права пользоваться поэтому пока в настоящее время куда ты идешь на русский повторять а тут опять спрашивает бог зачем бог ничего не спрашивает бог говорит правду зачем в школу школу да здесь так во первых кто говорит дэвах это кто бог бог говорит что ведь я лаям школу школу гачами как переводится это что такое я иду первое лицо перевод зачем зачем школа я иду а я иду а вот как тогда перевести ким арт хам это следующее сейчас секундочку как следующее предложение а это уже рама говорит ким арт хам вот я лам все я понял так сказал что школу ты идешь ты идешь какой я иду сначала я уже все перепутал так что спрашивает рама рама спрашивает утро да перевод мне сразу можете уже выдавать утра гача си я иду в школу 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 как что он спрашивает рама а куда где где какой где все я запутался все я сдаюсь так у меня тут строки перепутаны не пойдет утро что такое утро это где или куда 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 ты идешь спасибо рама что ты чать у я иду бог что я отвечает школу школу я иду все поехали дальше дальше ахом какое ахо так и пир ким арт хам зачем в школу с этим школу ты идешь я иду школу для учебу что учиться до для учёб Дальше. А там же ещё и читать книги, нет? Так это следующая уже. Там же запятая стоит. А, ну я думал сразу. Нет, частями. Дальше. Туда идут книги читать. Да нет инфинитива. Тут туда книги... Идут читать? Читают? Да разве читают? Тут нет инфинитива. Тут есть личные окончания. В настоящее время я что делаю? Там же книги читать. Что читать? Ну нет никого читать. Мир. Ми же. Ми-ми-ми. Читаю. Я читаю. Я читаю книги. Там. Там я читаю книги. Там книги я читаю. Я тоже. Иду. Да вы имя, герой. Если тебя оглашаете, а то непонятно кто куда идёт. Рама. Рама. Я тоже. Ахама пи гача ми. Иду. Я тоже. Идуш. Читать. Где там написано читать. Так. Подождите. Я тоже иду. Ахама пи гача ми. Рама сказал. Я тоже гача ми. Как переводится? Иду. Иду. Иду или я иду? Ну я тоже. Я иду. Рама сказал. Я тоже я иду. В русском языке вы потом будете выбрасывать. Но вообще-то оно там зашито. Понятно? То есть поэтому ахам в принципе нет необходимости даже говорить. Потому что оно и так есть в глаголе. Просто а пи гача ми. Да. Но здесь для подчёркивания, для акцентирования, с какого-то переляку добавили. Вообще-то достаточно просто в глаголе вот увидеть. Я иду. В глаголе не написано, Сергей, иду. Написано, я иду. Поехали дальше. Я иду. К утро. Куда вы идёте? Вы? Опять. Куда ты идёшь? Куда ты идёшь? Я иду в лес. Кто идёт в лес? Рама идёт в лес. Пожалуйста, не опускайте. Рама. Я в лес? Я в лес иду. Я в лес иду. Я в лес, я иду. Зачем? Кто говорит зачем? Плохо говорит. Зачем ты идёшь в лес? Зачем ты идёшь в лес? Арианна. Зачем ты идёшь в лес? Хорошо. А чё, мне? Чё правильно? Что отвечает Рама? Мне читать? Нет, нет, Сергей. Я последнее, что он не перевёл. За плодами, наверное. Я иду. Я иду за плодами, ягодами. И за цветами, наверное. Итак, я за цветами, за ягодами, за плодами. Нет, представьте, пожалуйста, порядок слов. Я. Я иду в лес за плодами, ягодами, за цветами. Так, оставьте, пожалуйста, порядок слов, как было в санскрите. Так, вся. Я. Иду. Нет там еду. Второе, какое слово? Ахам, пуш. Разве пуш, пушпа, это разве еду? Цветами. Я за цветами. За цветами. Ваном. За ягодами. Ваном. Ягода. Вы пояга. Ягоду. Ваном. Ваном, что такое? Иду. Ваном, это иду? Вот сейчас я приду к вам. Чё-то я тебе перевёл. Ван. Текст. Порядно. Ван, что такое? Ван. В лес. В лес. Я за цветами в лес. Пхалэбхья. Пхалэбхьяс. Что такое? За плодами, за ягодами. За ягодами. Ча. И. И. Гачами. Я иду. Я вас прошу соблюдать последовательность слов. Вы потом можете украшать, пересталять, делайте, что хотите. Но вы должны понимать, какое слово какому соответствует. Потому что вы же подписываете под. У вас одна строчка в Деванагаре, потом строчка транслитерация, потом строчка перевод. Вы же должны подписывать под соответствующим словом перевод, а не ерунду. А то вы под ванном пишите, что ли, за ягодами, что ли? Ариадна. Ах, нет. Ну тогда как вот. А я под... Я просто пишу строчку, потом... А, потому что никак не соотносящие со строчки, в смысле, да? Ну, как-то... Мой вам совет писать пословный перевод. Под каждым словом перевод этого слова. Более того, Ариадна, под глаголами или над глаголами, у нас же остается свободная клетка, туда прописывайте P3L, например, да? Парасмайпадаплюра или третье лицо. Это все надо прописывать. Сергей, слышите? Да. Между прочим, лес идет третьим словом, а не вторым, как вы сказали. Вы сказали мне почему-то... Да. Просто цветами вы мне сказали лес, а там не лес, а там... Слава богу, я за цветами, за ягодами... А? Слава богу, хоть книгу смотрите иногда, да? Нет, ну просто я тварю, у меня написано... Слава богу, мы его... Вот, отлично. Опять. Отлично. Вот вы встретились с книгой, и вы. То есть прошу... Мы всю неделю с ней встречались. Прошу подписывать все глагольные дела над... Надо или под, как вам удобнее. То есть выписываем над транслитерацией, надевнагрой лепить не надо. А вот над транслитерацией как раз пишем разные служебные пометки. Когда мы дойдем до падежей, будем падежи выписывать, а пока просто глагольные наши окончания. Хорошо? Договорились? Да. Итак, глагол обычно стоит в конце, поэтому перевод санскритского предложения начинаем с конца. Записали? Сейчас, подождите. Если в предложении вообще есть глагол, то он старается находиться в конце. И перевод мы начинаем с глагола, чтобы понять, сколько их, этих героев-то вообще. И что они делают? А потом уже пытаемся понять, кто делает. Сначала что делают, а потом кто делает. Поэтому, значит, подлежащее находится в начале, а сказуемое в конце. У нас мальчика книга. Сначала идет прилагательное, а потом пояснение. Мальчика книга. Вот в такой последовательности идет. Не книга мальчика, а мальчика книга. Записали? Записали. Ну вот и славненько. Домашнее задание сделано у Ариадны на пятерку, у Сергея на четырестяк. На тройку с минусом. На четверку с минусом. Первый раз сделал домашку. Хорошо. Ну а четверка с минусом. Сергей, не так все плохо. Да нет, я с вами тоже недоволен. Я с вами тоже недоволен, но все равно надо оценить вложенные труды. Вы их регулярно вкладываете, и оно все равно скажется. Значит, занятие девятое мы не начинаем, потому что это огромная тема, и конца ей нет. Мы погоняем. Мы погоняем сандхи. Возьмем перерез. Тайм-аут. Тайм-аут. Посмотрим, как вы буковки выучили уже. Почему? Ну, сандхи, когда у нас слипаются разные буковки, посмотрим, как у вас получается. Какие-то вопросы, может быть, у вас по пройденному материалу? Вопросов нет, все понятно, да? Мало практики. Вот сейчас как раз дам мне практику. Будет вам столько практики, что зубодрубительная будет практика. Лучшая теория – это практика. Вот, сейчас я вам дам файл. Файл – это брошюра автора МНО на английском языке. Значит, вам английский знать не надо, хотя и полезно. Значит, и тут сборник упражнений по сандхи. Вот я кинул файл, качаем его. Значит, у вас, я вам давал конспект Залезняка. В нем есть правило сандхи. В той последовательности, в которой их нужно применять. Помните про такой конспект? Ну, что-то было там. Вот, он есть в отдельном томике Лихушиной, который сейчас вышел. Ну, у вас в виде файла. Так. Ариадна, я, по-моему, вам послал Лихушину. Да, не помню. По-моему, послал. Ну, в смысле, когда дойдет, тогда будете Лихушиной. А, да, мне бы это пришло. Я уже сегодня... Извещение, да? Да, сегодня припойду. Вот, так что у вас уже конспект Залезняка должен быть в виде книги. И, следовательно, вы сможете подсматривать в книгу, в какой последовательности нужно применять сандхи. Это важно. Ну, значит, скачайте МНО. Зеленая обложка у вас должна быть там. А, и что это? Опускаемся вниз. Сами правила нам не интересны, первые страницы, потому что они у нас есть в виде Залезняка. А нам интересны упражнения. Начинаю со страницы восьмой. Например, Exercise 1. Упражнение первое. Ну, восьмой точно, да? Ну, восьмой в виде PDF, а в виде книжной 12. Все, да. Сергей, получилось скачать? Сейчас скачаю. Хорошо. Вот. И у вас дома нужно будет сделать Exercise 1 и Exercise 2. Да, два упражнения. Exercise 1, Exercise 2. И Exercise 4. Сейчас поговорим. Сейчас, когда Сергей скачает, что это такое. В 1976 году в рецензии на учебник Кочергиной было сказано, что в ней не хватает упражнений по санхи, и они есть в учебнике МНО. Я прислушался к совету Виктории 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 Вертоградовой, который написал эту рецензию, откопал этого МНО, и вот даю вам его. Не восстанавливаю историческую справедливость. Как у вас с английским, Ариадна, Сергей, хотя бы буквы читайте или so-so? So-so. 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 Exercise 1. Понятно, например, задача А рядом? Сергей, это скачалось? Сейчас открывается. Какая страница? Страница 8 в файле, 12 в книге. Для того, чтобы сделать это задание, вам нужно будет забежать вперед в Кочергину и открыть занятие 13. Без него вы сделать его не сможете. Открыли, Сергей, значит, МНО? Какая 14? Exercise 1. Страница 12 в брошюре 8 в файле. Открыли. Открыли. И там, значит, написано вот что. From the following rules. Значит, МНО дает корни... Значит, смотрите. А теперь открывайте Кочергину 13 занятие. Видите таблицу чередования? Там. Какая страница? Занятие 71. Семьдесят первое. А, в новом учебнике, в новом учебнике. В новом учебнике, в новом учебнике, в новом учебнике, первое. Да, с том. Чередование гласных. Значит... Так, и что? Спокойной обстановке предлагаю вам эту тему почитать. А сейчас вам важно запомнить что. Есть разные подходы к глагольному корню. Кочергина дает корни в средней ступени, в ступени гуна. А индусы, исследуя за ними МНО в своей книжке, дает корни в слабой ступени. То есть, один и тот же корень может быть записан разными способами. Европейским методом им пользуется Кочергина, в ступени гуна, в средней ступени. И индийским способом, в слабой ступени. Это значит, что в зависимости от того, какой выбран подход, будет та или иная гласная. Считает. То есть, например, индус скажет, что, есть – дхатту, то есть корень – крр. А Кочергина скажет, нет – крр – есть – карр. Вот в слове карма... Кочергина скажет слова карма от корня – карр. А индус скажет слово карма от корня – кррр. Откуда ты взял корень – карр? Тинемсис думаешь, понимаете? А как раз эти соответствия мы видим по таблице чередования. Что если в слабой ступени у нас стоит R-гласная, посмотрите, что соответствует R-гласной ступени Гуна, согласно таблице, на 71-й странице. R. Поэтому R. На самом деле это то же самое. То, что индусы называют КР, а европейцы Кар, это одно и то же. Просто за основу взяли разную ступень. Вот. Значит, МНУ нас просит в первом упражнении в пункте А сделать что? From the following roots, используя следующие корни, а там дано в первом упражнении 5 корней, пропустить их через Гуну. Этот процесс называется Гунация. То есть взять в средние ступени. То есть взять эти корни в средние ступени. То есть смотреть, какая там гласная. И прочередовать ее. И прочередав, прочередав ее, добавить суффикс А, суффикс А, который тогда слово у нас получается существительное. Мы образовываем от глаголов существительное. Все богатство санскритского языка образовывается от глагольных корней. Эти корни сначала чередуются, а потом добавляются нужный нам суффикс с нужным значением. Понятно примерно? Индусы корни цитируют слабой ступени. Кочергина средней ступени, ступени Гуна. Так как имено следует индусам, он говорит, то, что он дает, это проще для... Ну, в теории должно быть проще. Вот я даю вам корни. Поднимите корни в Гуну и добавьте А. Ну вот давайте на конкретном примере Ариадна. Ариадна. Вот есть DISH. Значит, открываем, вот когда сейчас получите посылку, там есть в конспекте заездника список глагольных корней. И вот что означает DISH? Сергей, откройте файл, скажите мне. Как переходится корень DISH? Ну, откройте... Ой, мне залезняк сейчас пока найду его. Да, что такое DISH? Это вам с английского не переводить, что означает этот корень? Часто еще... Так, DISH... Так, DISH... А, это... Другая... DISH нету, такого быть не может. Тут нету. Нет, в маленьком, это одно из самых распространенных слов. А чем плохо? Указывать, наверное. Я тут нашел только DISH... DISH... А, да, это тоже русское написание. Указывать, определять, направлять. 296-я страница. Указывать, определять, направлять. Да. Значит... Ну, соответствует английскому two-point? Соответствует. Указывать two-point. А после этих процессов грамматических, оно приобретет значение существительного, meaning spot region, то есть место, область, да? Было указывать, глагол указывать, подняли, прочередовали в следующую ступень, ступень гуна, добавили суффикс A, и от глагольного корня получили существительное, со значением место. И вот, давайте тогда сейчас, на примере корня DISH, поднимите, пожалуйста, прогунируйте его, ариадно. Постойте, постойте. В этом корне есть гласная. Какая? И, пожалуйста, прогунируйте мне гласную корню. Смотрим в таблицу. Да. И в таблице что соответствует? Э, э, бэш. После экунации на что просите делать в этом упражнении? Добавить? А. Суффикс А. Дэша. Суффикс. Дэша. А, это так. Корневую гласную. Сейчас, еще раз, пожалуйста. Это значит, мы вон ту гласную, которая... Ее. Корневую гласную, мы ее изменяем, ее изменяем. Мы добавляем гласную. Я думала, добавляем в конце гласную. Мы гонируем корневую гласную. Я понимаю, что добавляем, но я думала, вот это само. То мы не трогаем, суффикс в чистом виде. В данном случае. Все, понятно. Сейчас, одну секундочку. И что это значит, дэш? Дэша, получается. Еще плюс. Суффикс. Дэш. Вот это получается, там они написали, это место, местность. Получается, существительное как-то. Дом. Дом. Почему место, если указывать, определять, направлять? А смотри, это же был глагол, а мы изменили глагол на получилось существительное. То есть мы добавили суффикс, изменили вот эту букву, получилось у нас в значении уже место и местность. А не глагол, уже не глагол. Уже не глагол. Если указывать, можно место получить. Ну, это у них спроси. Мы же изменили как бы слово полностью на другое получилось. То есть, понимаете, Сергей, вот то слово дэша, которое вы уже знаете, оно ведь образовано совершенно четко, прозрачно. И теперь вы будете знакомиться с этим механизмом, с механизмом чередования глаз. То есть это уже не сандхи, а сандхи идут параллельно процессы. А помимо самих сандхи, внутри корней происходит такой словообразовательный процесс. Вот есть, например, слово удака. Что означает? Вода. А пиявка, Сергей? Пиявка будет аудака. То есть взяли, смотрите, что мы взяли. Взяли слабую ступень у нас у, у, а в ступени в иртхи, это ступень выше, чем гуна. У нас ау. И используя словообразовательный вот этот процесс, процесс чередования от слова вода, мы получили слово, которое означает пиявка. То есть какая? Водяная. Водяная это значит пиявка. Понятно? А потому что вот такое вот это... Пока по ступеням не поменял. В данном домашнем здании... А почему высшую ступень применяют? Есть такая как бы модель, то есть чтобы получить в зависимости от того, что ну как бы... Ну у нас всего три ступени, поэтому вот приходится вот разнообразно... Как это? Брать какую-то из них. То есть уже у занято. С помощью в иртхи мы образовываем, как бы... Есть вот, например, кунти, вот, аж когда хотим, ну, персонаж есть такой, да, царица кунти. А когда хотим сказать, что потомки кунти, мы говорим каунтея, то есть берем ступень в иртхи. Ну как бы, ну как сказать, определенные грамматические категории связаны с определенными ступенями чередования. Логика. Логика в том, что определенные грамматические классы... Где логика? Я пока не люблю. ...связаны с определенными классами. Какие-то могут быть только в гонни, какие только в иртхи. Мы пока не знаем, какие должны быть где. Мы это не должны знать, поэтому не должны бояться и грузиться. Но в этом домашнем задании вас просят в слово. Значит так. Ну а что, например, в иртхи? В диши нам в иртхи не нужно. В диши нам нужно... Давайте вот на примере диши как-то один пример разберем. Потому что в домашнем задании нас просят гуну, Сергей. Я вам собираю вперед, показываю, как пользоваться всей таблицей. Почему не нужна гуна, точнее не нужна в иртхи, а... А, нет. Да. Как получилось диши? И как мне понять, что из корня диши, которая означает указывать, определять... Гукву и в таблице диши... Как-то получилось диши место. Где она находится? В какой... В первой... В слабой ступени. Все индийские корни даются в слабой ступени. Первый стол церкви. Записали? Нас просят гуну. Значит, смотрим, какая гласная соответствует этой строчке. Какая, Сергей, соответствует? Э. Значит, получили дэш. Это мы прочередовали. Но нас просят не просто прочередовать. Нас просят... Добавить суффикс. Суффикс а. Это самый распространенный суффикс в санскрите. От него образовываются тысячи и десятки тысяч слов. И мы получаем существительное. Было диш указывать, а получилось дэша. Бангладеш, например, Ариад наш. Понимаете? То есть, слышите Бангладеш? А вы уже знаете, что это от глагольного корня диш. Гуна. С суффиксом а. Вы слышите Афганистан. И вы думаете, это же глагольный корень стха. С суффиксом на. Киргизстан, Афганистан, Туркменистан. Именно мы. Афганистан. Да? Рядно. Вот теперь вы знаете, о чем думать. Вам легко. Сергей. Ну, в таких словах логику не ловите. Здесь-то все честно. Я не понял логики местности указывать. Где логика? Как слова? Указанное место. Я пальцем указал на какую-то область. Область. Это стало областью. Здесь связь прямая и простая. Все, я понял. Но в пиявках, я бы сказал, более сложная. Потому что почему водяная именно пиявка, а не рыба, например, непонятно. Ну, в принципе. Или... Нет, ну, кит, например. Он же тоже мог бы быть водяным. А здесь четко. А-а-а. Указали? Место. Вот. Пиявка. Да. Ну, в принципе, то тоже. От воды. Джа-ка. Ну, джа-ла. Джа-у-джа-у. В принципе, тот же. А-а. Ушло в вертке. Что? Видите, слава богу. Слова. Ну, джала вода. Процесс. Нас интересует процесс. Была вода, стала водяная. А откуда стала водяная? А по таблице чередования? Ка? Ка это суффикс. Суффикс. Суффикс существительный? А-а-а-а. А-а-а-а. На существительное тоже указывает. В этих упражнениях у нас Ка не будет. Да, это суффикс. Итак, первый суффикс это-а. В первом упражнении в части-б у нас какой суффикс просит, Арианна, добавить? А-а-а-а. Как в примере первого глагола, что это означает? Что это даст нам? А-а-а. А-а-а долгое. Это у нас есть такая слабая ступень? Просто ноль. Значит, нам никуда поднимать, никого не надо. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Слышали такое слово? И что же оно означает? конечно сергей состоит из части а bc вы сейчас про что про разбирают бc она первый глагольный корень нас что означает что тут есть сложность ас не только быть а еще и так вот асана что означает сидеть сидеть здесь нету где вы где вы нашли удобное здесь удобное положение означает action то есть сиденье поза это уже вы додумываете зная правильный ответ а если разбираться самому глагольный корень ас это сидеть а суффикс она это некоторое действие процесс сиденья асана это не поза ну точнее конечно поза но а здесь а долго и так уже долго и никуда не гунировать обидеть гунация скажите пожалуйста а здесь нету точнее смотри сейчас постойте открываем слова не забудь нас асана здесь не будет фриш под рукой сергей вот найдите мне асану только с двумя н там не в обычной кочергине там только асану на другое слово что нету просто асану нету длины а так так Сейчас, секунду. Наличие, у меня сейчас крылись минуты. А реально понятно? Сидение. Асана. Это сидение, особая позиция при сидячем положении. А не поза. Да, я нашла. Вы должны знать привычное значение, а уже специфическое, техническое. А вот тут написано еще во фрише. Нет, вы говорите все, что хотите. Вопрос лишь в том, чтобы вы сами понимали. Когда вы понимаете, вы можете говорить то же слово поза, но уже ваша поза будет звучать иначе. Понимаю, я поняла. Так, то мы ее не трогаем. То мы с ней ничего не делаем. Я еще раз не пойму, если здесь А у нас уже долго, и что мы в таблицу смотрим, и что мы там делаем? Если ничего нету, то ничего нету. Мы же в таблице смотрим, там первая, первая это, если ноль, то ноль, то что надо. Первый столбик, там мы смотрим, есть там что-то или нет. Если нам подходит, то мы это изменяем. Ничего нет, значит это равно ноль. Ну там ноль. Ноль тогда. Ну и хорошо, я посмотрел в первый столбик, здесь А нету долго, и что значит? Значит, ничего не сделаешь. Ничего не делаешь, не надо ничего изменять. Нет, нет, нет. Больше нет. Добавляешь и все. Достаточно. А какой тут суффик А на получается? Нет, на САНа в этом упражнении. Мы же упражнения делали. Давайте еще один пример быстренько, пока у нас... Да, во второй ступени гуна. Если в корне есть и гуну... ...пускаем гуну. То есть если в корне есть Э, О, Р, Аimmen... Да, смотрим, что соответствует чему. В конце, потом уже, после чередования. Соответственно, да. В первом А, во втором Аона. Добавляем суффикс А. Ну, мы суффиксы тоже чередуем, значит, мы что получим? Какой суффикс нам указан, такой и добавляем. Мы суффиксы тоже чередуем. В третьем? И что получим из R? Ну, короче, первое упражнение, первый глагол, какой? Не-не-не-не-не, C, C, C. Где? Чего вы? Что означает? Дис. Делать. Значит, в... А, C, ну, говорите, что C. Крунас. Кар. А суффикс ТР в гуне как будет? Суффикс ТР. Эйджент это дети. Кар. Суффикс ТР, как будет в гуне? Тоже меняем. Поменяем и корни, и суффикс. Делать деятель. Кар-тар. Кар-тар. Открываем кочегину большую, смотрим. Кар-тар, что написано? Мы тоже его изменяем. Делать ТР получил. Кар-тар. Кар-тар. Делать ТР. Кар-тар. Только этот деятель имеет еще и дополнительное значение. Делать ТР получается? Да. О, вот. Кар-тар, создатель, творец, автор, составитель. Кар-тар, создатель, жрец. А как вы так быстро нашли? У вас что, бумажный вариант есть? Она использует свое серое вещество. Да? Это как? Мозг. Нет, подождите. У меня просто там листаешь, листаешь, листаешь. Как она нашла быстро на кар-тар? Ну так после А у нас идет, в принципе, после гласных идет К сразу практически. Еще раз, жрец. Какая страница, чтобы я сразу потом не мучился? На PDF это 152, но это если... Нет, 77-я, и если брать бумажные цифры, 152-я. Итак, в европейском словаре, какой им является... Еще раз, жрец, если кто деятель. Да ну, кар-тар. В индийском словаре будет кар-тар. Автор, создатель, жрец. Это же слово, чтобы найти перевод, будет кар-тар. То есть суффикс они гунировать не будут. Корень не будут. Корень уже не обсуждается. Ну, кар-тар, иначе был бы кар-тар, Сергей. Найдите у кочергины кар-тар. Нам кар-тар. А и суффикс гунируется еще. Как и кочергины. Я понял. А нам как делать? Если бы вы пользовались словарем вача с патием, как делает это Владимир Дружинин, Мы изменяем и суффикс, и... Чтобы найти статью кар-тар, вам нужно было бы, Сергея, искать кар-тар. Понимаете? Слава богу. Что? Я же только что что сказал. Корень по-любому гунирует. Кар-тар. Нет такого слова. Не кар-тар, а кр-тар получается. Кр-тар. Просто европейцы все берут в сильные ступени гуна. Они решили, что это основа. А индусы решили, что основа это слабая ступень. И они между собой не могут договориться. Поэтому у всех корней есть дупликаты. То есть, в смысле, ну почти у всех есть два способа записи. Почему так? Дело в том, что, ну как бы индусы спрашивают, а почему европейцы придумали альтернативное написание санскритских корней? Как бы санскрит наш, а зачем вы туда лезете еще со своими вариантами? Суть в том, что эти якобы альтернативные названия, да, корней, они соответствуют другим индоверпейским языкам. То есть, зная всю историю индоверпейских языков, мы понимаем, что точка зрения индусов есть всего лишь одна из двух возможных. То есть, не обязательно, ну, в других языках соответствие вполне прослеживается, как бы более логично исходить из средней ступени. Так считают те, кто изучает историю языка знаний. То есть, для того, чтобы сделать имено, вам нужно занятие 13-е дома в спокойной обстановке почитать. Первый пункт. Чередование гласных. И только его, больше ничего, занятие 13-го, только первый пункт. Во втором упражнении вас просят добавить, добавить. Сделать в Ирдхи первый, первый слог сделать в Ирдхи, а конечный слог сделать в Гуни. Во втором упражнении первый слог сделать в Ирдхи, поднять в наивысшую ступень. А последний слог в Гуни. После чего добавить суффикс А и суффикс Я. Соответственно, там есть три слова на суффикс А и три слова на суффикс Я. Да, правильно чувствуете. В четвертом упражнении. Нужно всего лишь образовать имя, значит, существительное в именительном падеже, единственное число, добавлением, значит, суффикса С. Тут важно помнить, значит, точнее найти, что бывает у согласных заезднику, какие санхи бывают, например, когда у нас НТС. НТС во что преобразовывается? Для этого открываем заездника. Подскажу даже, где смотреть. Внутренние санхи, первые санхи. Первые санхи. Найдите, пожалуйста, Сергей. Первые что? Третий санхи. Какая страница? Да, да, да. И первые, мне зачитайте, пожалуйста, на точки. Внутренние санхи. Дальше санхи. На стыках мархиума внутри слова, так? Поняли. Применяется именно в такой порядке. Некоторые редкие случаи так. На конце слова в сочетании согласных все элементы, кроме первого, отпадают. Например, НТС в Н. На конце слова, когда у нас несколько согласных подряд, все, кроме первого согласного, отваливается. Было НТ, добавили С. Осталось что? Н. Все. Это все, что от вас здесь просят. Бхагавант. Н. Почему Ларианна говорит Бхагавант? То есть, можно проверчик вот. Если у нас... Он же был Бхагавантом, а не Бхагаваном. Бхагаваном. Бхагаваном он только стал. Понимаете, как все запущено? Отваливаются. Ну, а теперь вы можете идти, куда вы хотите. Мы сегодня куда-то торопились. Вообще, жизнь. Эмминон реально взрывает мозг. Это я признаю вас, понимаю вас. Эмминский, типа, сейчас можете взрывать мозг, как хотите. Я выберу. Здравствуйте, давайте. Удачи. Это была моя последняя пятерочка и первая. Спрашивайте на неделе, будете... Все, спасибо, Эмминон. Все, доброго. Спасибо. До свидания. Давайте. Это не легко, но это необходимо для того, чтобы вы потом меньше мучились. Будет нелегко.